В холле досугового центра «Юность» шумно и многолюдно. Сегодня, в преддверии 23 февраля, здесь чествуют защитников Отечества. Пожелать счастья, здоровья, благополучия, а самое главное – мирного неба над головой. А для того, чтобы это мирное небо было, мы для этого и служим. На данный момент наши части подразделения при выполнении специальной военной операции с честью и достоинством выполняют задачи по защите суверенитета нашей Родины. И борьбы с нацизмом. На большой праздничный концерт под названием «Во славу Отечества» съехалось немало почетных гостей, чтобы поблагодарить военных за беззаветную службу Родине. Для нас все защитники, все герои. И сегодня хочется пожелать всем, наверное, здоровья. Хочется пожелать, чтобы все вернулись домой, вернулись домой с победой. Это однозначно правда наша, и победа будет за нами. Состоялось послание президента Российской Федерации к федеральному собранию, где были отмечены важность взаимодействия власти и населения, помощь семьям военнослужащих, раненых и погибших. Мы со своей стороны должны обязательно довести до исполнения слова президента. Жизнь председателя Совета ветеранов Сергея Бойкова неразрывно связана с Петровской войсковой частью. Именно здесь он прошел путь от лейтенанта до майора. 23 февраля – это гордость из-за своего офицерское прошлое, из-за нашей вооруженной силы. Особенно в нынешний период в этом клубе я был три года начальником гарнизона офицерского клуба. Поэтому для меня имя выступить здесь, именно принять участие в данном гарнизоне и воинской части – просто особая часть. Во время торжественной части военным передали в дар маскировочные сети, сделанные жителями деревень Белиутова и Горки, а также вспомнили подвиг местного жителя, героя Советского Союза Павла Полковникова, погибшего в годы Великой Отечественной войны. Почетный караул прямо со сцены отправился к памятнику однольсельчанам в деревне Горки для возложения цветов. Торжественная часть завершилась большим концертом, который для военнослужащих подготовил Центральный офицерский клуб Воздушно-космических сил. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ